Из книги «Открытым оком» седьмой том, тема Лапкин книги, вопрос 1929. «Какое у вас хобби, и молодому человеку можете посоветовать, что избрать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это потребность души. Представьте, что этот вопрос задали апостолу Павлу, чтобы он ответил филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение» – филиппийцам 3.8. «Да и все почитаю тщетаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа». 1 Коринфянам 2.2. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Перечитайте эти слова Павла, догадайтесь о его любимом занятии в свободное время. Мне нравится конспектировать книги, лазить на голубятню к своим голубям, съездить на малину в лес, по ягоды, гальянов половить удочкой, писать стихи и ждать из гостей тех, кого отправили в дальний путь, как бы миссионерами. Но это только во время перерыва между работой, на полчаса этого меньше. У меня ежедневно около 14-15 часов приходится на печатную машинку или теперь на компьютер, без выходных. Это и есть мое хобби – дарить людям свои знания и откровения. Чем меня Бог наградил? Проходит сеятель по ровным бороздам, отец его и дед по тем же шли путям, сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год. Затем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна. 1917 год, декабрь, Ходосевич, Владислав.